Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о планах иллюминатов и жутком послании в реверсе в новом клипе Анны Асти «Царица». 22 июля 2023 года состоялась премьера клипа Анны Асти на песню «Царица». Ролик тут же занял верхние позиции музыкальных трендов Ютуба и всего за несколько дней набрал почти миллион просмотров. Новое творение Асти исполнено и снято в характерном для нее стиле. При этом в глаза сразу же бросается абсолютное несоответствие текста песни и видеоряда. В клипе присутствует большое количество известной символики и неоднозначных образов. Сюжет же ролика может намекать на ближайшие планы иллюминатов. Кроме того, в видео присутствует указание на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. При прослушивании оно оказалось довольно жутким и, возможно, пророческим. Режиссером нового клипа Анны Асти стала Маша Жемчужина. В качестве автора текста выступил Дмитрий Лорен, который уже не первый год сотрудничает с певицей. Свою работу Асти комментирует следующим образом. «Главная героиня – девушка, обладающая стервозным характером. Все это отголоски прошлого, потому что она не раз пережила боль, предательство и разочарование в любви. Все это сделало ее жуще, и отныне ее сердце закрыто для непрошенных гостей, а доверие к людям потеряно. Настал ее момент заявить о себе. Она сильная, независимая, самодостаточная, востребованная, красивая и при этом чертовски манипулятивная. Ведь так ведет себя настоящая царица. Теперь страдают по ней, а не она». Уже само описание к видео представляет собой полную подмену ценностей. Девушкам внушают идею о том, что настоящей любви не бывает, а мужчина в жизни не нужен в принципе, так как одной быть проще и комфортнее. При этом идет взращивание гордыни и пренебрежительного отношения к другим людям. Собственно, это описание можно отнести лишь к тексту песни. В клипе же показываются гораздо более жуткие вещи, не ограничивающиеся любовной драмой. На первых секундах ролика мы видим телефонную будку, внутри которой стоит пожилая женщина с седыми волосами. Она эмоционально разговаривает с кем-то, а затем выходит на улицу. На женщине надеты мужская рубашка и галстук, а также длинный черный плащ. Образ ее дает отсылку главным героям фильма «Матрица». Кроме того, в кинокартине телефонная будка использовалась в качестве средства перемещения между реальным миром и миром иллюзии. На моменте, когда женщина разговаривает по телефону, на стене слева от нее можно увидеть перевернутое число 4. Оно написано красной краской, напоминающей кровь. В странах Азии цифру 4 называют числом смерти. Считается, что оно приносит беды и неудачи. Выйдя из будки, пожилая дама направляется к Анясти, сидящей с подругами на небольшой лестнице. Они напоминают вампиров, поджидающих свою жертву. Все женщины одеты в мужские костюмы, что подчеркивает их желание взять на себя роль представителей сильной половины человечества. Цветовая гамма на этом моменте соответствует любимым оттенкам иллюминатов. Лестница, на которой сидят героини ролика, символизирует ступени масонства, преодолеваемые адептами культа при посвящении в тайное общество. Компания женщин состоит именно из шести человек. Не сложно догадаться, что лидером в ней является та самая дама из телефонной будки. Ближе к концу ролика станет понятно, что она олицетворяет посредника между нашим и демоническим мирами. Собравшиеся на лестнице женщины наблюдают за проходящими мимо парнями. При этом они то и дело демонстрируют известные жесты. Сначала Асти прикрывает рукой один глаз, подчеркивая тем самым символизм всевидящего ока. Затем одна из девушек складывает пальцы в жест рога дьявола. Чуть позже Анна прикладывает руку к груди, демонстрируя масонский жест верности. Далее в клипе Анна Асти предстает в образе так называемой красной королевы, стоящей во главе общества иллюминатов. Ее наряд также может давать отсылку к вавилонской блуднице, олицетворяющей собой наивысший грех. Словно тореадор, певица размахивает красной тряпкой перед кружащейся рядом с ней машиной. На следующих секундах ролика Асти перемещается в другую локацию. Теперь она и сопровождавшие ее женщины стоят на фоне огромного экрана. Расположен он между двух колонн, дающих отсылку к масонским колоннам Яхин и Боас. Сам же экран в последнее время все чаще встречается в роликах известных артистов и используется в качестве отсылки к одной из теорий об устройстве нашего мира. Согласно ей, наше сознание – это одинокая частица во Вселенной, подобно с нам, визуализирующая свой собственный мир. То есть на экране проецируется отражение мира, которое воспринимается за реальность. Образы, которые можно увидеть за спиной Асти, очень мрачные и жуткие. На некоторых моментах создается впечатление, что на экране проявляются силуэты демонических сущностей. Далее действие клипа перемещается в другую локацию. Теперь Анна вместе с четырьмя молодыми девушками сидит за красным столом. Сзади можно увидеть статую пантеры, являющуюся символом тьмы, смерти и возрождения. По обеим сторонам от стола находятся одинаковые тумбы со светильниками, вновь дающие отсылку к масонским колоннам Яхин и Боас. На одной из тумб стоит свеча, на другой же можно заметить статуэтку змеи, символизирующей самого дьявола-искусителя. Кроме того, рядом со светильниками находятся фигурки спаривающихся животных. Когда Асти показывают крупным планом, в ее ухе можно увидеть серьгу в виде символа бесконечности. Он очень часто используется масонами для обозначения долговечности ложи. Кроме того, он используется в качестве символа возрождения. На следующих секундах ролика Анна появляется на фоне стеллажа с манекенами. Данная локация может символично показывать, что все адепты культа превращаются в кукол, находящихся под контролем своих хозяев. Далее в клипе Анна Асти показывается за рулем черного Мерседеса. Сам по себе значок Мерседеса является оккультным символом, связанным с трескелионом. Издревле он служил источником энергии для шаманов, проводящих магические ритуалы. Рядом с певицей сидит пожилая женщина с газетой в руках. Один ее глаз прикрыт пиратской повязкой в виде сердца. Таким образом, с одной стороны подчеркивается символизм всевидящего ока, с другой стороны дается прямой намек на Антихриста, который, согласно преданиям, будет одноглазым. Сердце же указывает на тот факт, что Антихрист завоюет доверие людей, прикрываясь любовью. На следующих секундах действие клипа возвращается к тому моменту, когда Асти в компании других женщин сидела на ступенях. Когда мимо них проходил очередной парень, главные героини посмотрели на него так, словно выбрали его своей жертвой. Собственно, именно это мы и видим в финале ролика. Молодой человек с заклеенным ртом сидит на заднем сидении автомобиля. Он связан и не может освободиться. Анна нашептывает ему слова песни, которые звучат как заклинания. Женщина с повязкой на одном глазу в это время стоит у двери автомобиля, ожидая, когда Асти исполнит задуманное. О том, что стало с молодым человеком дальше, история умалчивает. Однако с учетом того, что парень попал в лапы представителей известного культа, несложно догадаться, что он выступит в роли жертвы. Таким образом, пожилая женщина символизирует земное воплощение зла. Она контролирует остальных участниц культа и руководит ритуалами. В свою очередь, факт, что молодой парень выступил в качестве жертвы, может говорить о том, что иллюминаты планируют массовую утилизацию мужского населения. На последних кадрах ролика Асти вновь показывается на фоне белого экрана. На одном из моментов он снят таким образом, что напоминает главный символ иллюминатов – пирамиду. Среди темных пятен и демонических силуэтов на экране на долю секунды мелькали странные символы. Число 18 с буквой Я может давать отсылку к дате 18 января. Не исключено, что в этот день случится некое событие мирового масштаба. О том, какого характера будет это событие, может говорить следующий символ, дающий отсылку к коду катастроф 9-1-1. Помимо всего прочего, на экране мелькали комбинации букв, которые могут также иметь особое значение. Помимо всего перечисленного, в клипе присутствует намек на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. Выражается он в виде звукового эффекта. При прослушивании песни Анны Асти царится в обратную сторону, нам удалось разобрать следующее. Для удобства музыка отделена от слов, а звук местами немного замедлен. Читает песни Анна Асти Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В реверсе говорится о приходе антихриста и о том, что миром правит зло. Делается это при помощи страха. Упоминается здесь и о сделке с темными силами, которую заключают артисты. Что касается предсказаний на будущее, в обратной перемотке несколько раз упоминается август, а также говорится, что в мире все станет еще хуже. Фраза про деревья может намекать на массовые лесные пожары. Об этом говорит и одна из последних фраз реверса. Таким образом, новый клип Анны Асти на песне «Царица» под видом гимна сильной и независимой женщины скрывает в себе довольно жуткий смысл. В завуалированной форме здесь показывается обряд, связанный с жертвоприношением. Ролик переполнен символикой иллюминатов и может представлять собой программу негативных событий будущего. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!